здравенький ребят вы на канале форд макс смотрим ролик 2023 лучший в истории фнаф ну скажу так принципе могу понять почему потому что такое количество контента и к тому же с анонсиками столько впечатлений также фан-баз разрослась это действительно было эти словно невероятная буря учитывая что сейчас мы отмечаем уже 10 лет и что скотт доставит на десятилетие сколько мерча пойдет и еще и новая игра into the pit давайте послушаем что же нам поэт автор поехали до недавнего времени в комьюнити фнафа было принято говорить что пиком популярности франшизы был 2015 год и недаром фнаф 3 4 куча фан-игр тонна песен да и в принципе все то за что мы любим фнаф вышло именно тогда однако недаром фраза с которой начался этот ролик это до недавнего времени потому что камон взгляните на 2k 23 в общем как уже можно было догадаться данное видео является итогами фнафа за этот самый 2023 год давайте пройдемся по различным знаменательным событиям и вспомним почему же уходящий год можно смело называть новым пиком франшизы заваривайте свои last christmas и подписывайтесь на канал а также обязательно переходили даже я там попал каким-то хреном и публикую абсолютно все новости по фнаф а также всякие разные прикол десы ну и кроме того у меня есть бусти и донат аллер с помощью которых вы можете поддержать меня финансово оказав тем самым мне неоценимую помощь всем заранее спасибо но я начинаю стартанем пожалуй с самого очевидного а именно с официального контента по хронологии первым таким проектом за год стало дополнение к security bridge под названием руины как же много споров было вокруг него кому-то делать и абсолютно не вкатило мол ответов никаких нет сюжет странный да и вообще не так уж и страшно но кто-то я кидайте в меня отрицательным ремнантом но для меня руины очень добротный продукт скорее всего каждому свое я понимаю людей которым он понравился но мне лично ну я вообще никаких эмоций не почувствовал честно вот пойти идет самое обидное в отношении игр или кого-либо меди когда я вообще не чувствую ничего то есть даме немножко поздили некоторые моменты и порой до игра все еще кривенькая но во многом поймать и к эта пустота то есть поиграл ok то есть даже не злобы не усталость от игры просто пофигу но я опять же как игру я могу пойти те которым она понравилась что еще самого первого анонса игры я ждал от нее именно что работы над ошибок после такого себе sb о чем я даже говорил вот в этом видео ровно год назад и я эту самую работу над ошибками в руинах безусловно получил поскольку все самые слабые места оригинала были тут доведены до ума и даже если откинуть всякие мелкие нюансы по типа того что игра стала страшнее меня deals и подкупила в первую очередь сюжетом тут видно очень сильная эволюция в плане стори тейлинга представьте себе во фнафе персонажи стали прописанными персонажей что-то связывает у персонажей есть мотивы и цели которых они придерживаются по ходу сюжета я сам до сих пор в ахере то есть если наша задача спасти грек опять же слабенько то есть мы можно было и лучше конечно но такой прогресс к что-то радует то все же и радует то что в итоге мы пошли получили немножко инфы буквально только им на самом персонажа чуть-чуть вот именно кэсси и встретили хер пойми кого честно просто честно скажите те кто не читал книги не особо вникал что кто кто-нибудь понял что это за хрень была в конце я знаю что это мимик я знаю что вы у тебя уже знаете что-то мимик но без лишней информации кто-нибудь узнал о том что это за ебанина была и горе то мы не поверите пытаемся спасти грегори они так как в security bridge где вместо того чтобы просто шесть часов посидеть где-нибудь в лобби потом сбежать мы вдруг идем искать приключения и ломать аниматроников в общем кто бы что не говорил о развитии нарратива в руинах чувствуется что для меня делает игру все-таки хорошей да и к тому же она породила офигенный мем что вам еще надо шут знает я бы оставил этот бриллиант на конец видео но бог с ним что же я думаю о фильме он потрясен каким бы скомканным и обрезанным он не был я не поменяю своего мнения я ждал этот фильм колоссальные 8 лет что буквально на данный момент является половиной моей жизни и он на удивление дал мне именно то чего я от него хотел а хотел я уж точно не хоррора на него мне вообще плевать я хотел атмосферы я хотел пасхалок я хотел уникальный сюжет я хотел раскрытие персонажей и все это я таки получил атмосфера и сеттинг 2000 года а кое-где 80-х фильме воссозданы великолепно пасхалки фильм вставлены максимально уместно и в тему хотя их при этом все еще много сюжет уникален и рассказывает свою историю они пытаются повторить игры или книги он создает свой канон слава всем богам мира что скотт не решил экранизировать вот эти сценарии но и персонажи конечно же раскрыты и проходят свои арки и это я еще молчу об актерской игре практических эффектов тут я могу понять конечно я все-таки ожидал хоррор просто что вам даже испугаться как то чтобы почувствовать то через что я проходил когда ознакомился с первым фнафом что действительно было как-то декомфортно но честно как минимум именно за старание то есть пойти хочется влепить какой-то чисток у вас что сколько любви было вложено в тех же аниматроника в принципе мэтью ливард вообще для меня купила ты честно я очень надеюсь что матью ливард вернется а уже в образе спинктрапыча потому что ну он хорош вот а если еще с его дать такой маниакальной манерой это будучи грамотно озвучили все это вообще бы шикарно да я знаю там по канону по именно по ранние это под эти части что он умел говорит но блять если он вернется в качестве такого действительно жуткого прям искореженного трупа к блять с таким маниакальным желанием отомстить и все это это мастхэв я сразу говорится если будет возможность пойду на вторую фильм настоящих аниматроников целой огромной пиццерии построены для съемок отличную пиар-компанию и многое другое фильм лично для меня является тем фнафом который мы все любим без ременанта без фантастики с нормальным нарративом то чем фнаф был тогда когда большинство фанатов им заинтересовались я очень рад что фильм по итогу собрал большую кассу даже став самым кассовым хоррором прошедшего года и самым кассовым фильмом блюмов короче жду сиквел сильнее чем включение монетизации в россии тем более что с ним там все уже потихоньку закручивается судя по следу там по ходу будет мангова это шикарно будут вообще не однозначно вроде бы есть какие-либо плюсы мне нравится части визуал но при всем при этом я могу щупать существование первой части но никак не второй ну и последним официальным проектом этого года стало продолжение хелпфонтед в VR к сожалению на момент написания этого сценария игра только-только вышла а потому все ее секреты еще не раскрыты однако высказать общее впечатление я все-таки уже могу внимание спойлеры если еще ничего не знаете об игре переходите к следующему разделу по тайм-кодам в принципе мне игра понравилась да она абсолютно не страшная и в ней много странных мини-игр но несмотря на все это делает она очень важную вещь связывает фнаф между собой одна из концовок тут напрямую ссылается на руины в игре присутствует четвертый автомат принцесс квест который открывает путь еще одной концовке и так далее то есть в плане сюжета каким бы непонятным он в очередной раз ни был тут есть о чем поговорить смотря на первую часть хелпфонтед главное самое понятие чтобы это не затянулось вот самое что стрёмно это чтобы не затянулись вот эти постоянные недосказывания из разгляда ну потом расскажут ну потом расскажут ну потом расскажут и я понимаю не все должно быть рассказано всегда должны оставаться какие-то моменты но никогда вы вообще порой ничего не понимаете понимаешь что шаг вперед был сделан огромный да и в принципе игра выглядит куда более проработанной нежели первая часть по итогу для меня хелпфонтед 2 это просто хорошая игра которой я ни в коем случае не испытываю какой-то ненависти но и особой любви у меня к ней нету однако за уровни сестринской локации разрабам все же огромное спасибо в этом году тоже без дела не сидела и за последнее время успела выйти очень много неожиданных вещей в первую очередь это конечно же песни а когда мы говорим о песнях по фнаф голове сразу всплывает сами понимаете какой исполнитель цилилинг томп стоун у них этот год вышел очень насыщенным прямо как в старые добрые времена но точнее не год а месяц ведь все что я сейчас перечислю вышла именно в октябре сначала они запилили офигенный и динамичный ремикс на join us for a bite с просто бомбическим клипом серьезно если музыку хвалить уже как-то банально ибо у тлт она всегда крутая то вот клип похвалить стоит ибо я обожаю всяческие эксперименты с анимацией такие как в клипе this comes from inside и собственно как тут минус у трека лишь один он очень быстро кончается а так это прямо запомнила что за сканском сайт за страницу типа люди ждали но вы откровение что это будет вообще взрыв всего боги ребята ваши ожидания ваши проблемы это так вторым же треком стал еще один ремикс на сей раз ремикс самой первой песни по фнаф готическом стиле так еще и с живыми съемками так еще и в день выхода фильма фнаф помню слушать это сразу после его просмотра было просто потрясающе так мало этого всего песня тлт еще и появилась в титрах самого фильма о чем думаю вы уже все в курсе однако не только песнями ограничена фан-база что насчет анимаций тут ситуация не такая уж и насыщенная но все же есть что обсудить все же вы например помните анимации five a.m. at freddy's которые и для меня и для большинства фнаферов буквально являются частью детства так вот спустя целых 7 лет после последней анимации из этой серии на канале по и не мэй шанс вышла новая часть на сей раз посвященная security bridge и забыл про поймешь и знаете там все абсолютно также как я помню та же прикольная анимация те же тупые детские рофлы и туалетный юмор ностальгия все мы когда-то смеялись над этим не будем забывать и о фан играх которых за этот год вышла к сожалению достаточно мало уж тем более по сравнению с прошлым годом но не упомянуть фанатские фнаф плюс и фнаф 3 плюс от лост полплей я просто не могу мне конечно не хочется мусолить всю эту тему с и знамом и его отменной но жаль честно что в итоге такая ситуация первых произошло что никаких не осталось материалов оригинала и что в итоге с вас по произошла такой ситуации в особенности что некоторые личности очень надавили на то что типа это отвратительно это оскорбление оригинальной регионального продукта физномов бля-бля-бля и удалите это понимаешь там была причина еще также из-за аишки скота его голоса но все таки блять существование этих двух фан игр реально открывает мне глаза на то что можно сотворить имея истинный энтузиазм и желание что-либо сделать обладая сам физном и первым и вторым мы бы уже давно получили возможно одну из лучших фан игр по фнаф ever однако я не сильно расстроен ее отменой ибо ремейки от лоста по качеству вышли просто отменными я одновременно искренне восхищаюсь тем что две эти игры вообще существуют и огорчен тем что обе из них так или иначе стали частью скандала или срача в общем лост если ты это вдруг смотришь моя тебе благодарность за эти потрясающие ремейки повожу как с west что раз фан базой мы закончили не могу не вспомнить об еще одном очень крутом событие а именно фестиваль пакс west прошедший в самом начале осени то какой стенд по фнаф там за бабах или стил вулы заслуживает наивысших похвал в то время как у других студий стенды представляли из себя абсолютную посредственность стенд по нашей любимой франшизе сиял вот эти джоук среди остальных фан пародий ну вы слабо что дэнка уже не за горами не поняли основа стенда в виде стены пицца плекса идеально воссозданный реквизит из dlc руины обустроенный офис охранника и как вишенка на торте настоящие аниматроники затмения и головы baby также воплощенные в реальность с точностью до каждого миллиметра хорошо выглядит создатели реквизита тут кем бы он ни был абсолютный мастер своего дела однако мало всего этого так на фестивале присутствовал еще и сам до регуляр соус известный косплеер по фнаф на данный момент официально работающий в команде steel wall studio он в своих опять-таки идеальных костюмах буквально ходил по всему павильону и развлекал народ мне действительно нужно реально костюм фредди шикарный что как-то объяснять крутость всей этой движухи думаю вы все сами увидели какого хрена быть он учета не понимаешь фунтешь мизать это же краш наш главный краж блять ну и закончим год на самом сочным и важным мемы касательно них этот год уж точно без всяких сомнений можно назвать нынешним пиком франшизы ибо столько обалденных трендов по фнаф я еще никогда не видел потрясающий мем про и мы шапы с ним мем шейки мем с лицами из фильма американские бургер и и в конце концов все мемы бренд тайма среди которых этот факт мы не берем по приколу паров лу а также ремнан с аллегориями также хайповали именно в этом году вов и где-то в этот момент вот особенно по последнему пункту злиться один товарищ по имени слэйт говорят что все это это мерзость наро филс и год вышел как я уже сказал самым насыщенным за историю фнафа а как вы можете знать у меня тикток головного мозга 7 8 стадии так что для меня это очень важно про лечиться товарищ что ж этот год непросты стоп что я несу до херенном он был на канале нас стало практически на 15000 больше я выпустил 12 полноценных видео познакомился с классными людьми ну и похайповал заодно и знаете я посчитал что с нового года мне следует меняться так что встречайте мое новое имя новое оформление и новый этап в развитии моего канала ролики на моем канале с какого-то момента стали очень сильно контрастировать друг с другом по тональности монтажу и темам в принципе в одних мы разбираем какие-то интересные познавательные темы а в других дурачимся на фоне мем иных вставок а почему мой канал и разделен отныне на две кардинально разные части черно-белая это нужно порою так вот миксовать это приятно символизирует серьезно раски веления а вторая чрезмерное веселье за все это хотел бы поблагодарить моего пупсика кишмиша он все это с фотошопил так что спасибо в общем для вас обещал шмикс с новым годом вас подписочники ну что ж ребята вот такой ролик и да год выдался действительно крутым спасибо огромное опять же хоть и конечно я не он не особо согласен с этим ну каждому свое но все-таки спасибо стилула хоть и реальным стоит поработать таки моментами надеюсь что когда-нибудь у них все получится шикарно не смогут выстрелить спасибо опять же фанатам спасибо создателям фильма спасибо реально что этот год был насыщенным что фан база прям как говорится в стрельнула по полной программе наконец-таки и во дворике фнафа случился праздник на этом все спасибо за заказ ролика комментарий колокольчик поддержи автор оригинала и спокойной ночи дружки пирожки